привет друзья с вами снова марк рыбак и смена и сегодня у нас такой ролик два в одном ну во первых я сделаю обзор на вот этот прекраснейший набор светофильтров которые мне прислали от компании free will а во-вторых в общем то я расскажу о том какие фильтры фотографии у нас самые востребованные самые нужные для каких целей в общем почему это решил так сделать потому что в этом наборе все это есть сегодня я вам расскажу про востребованные фильтры про то как работает вот этот комплект я у когда первый раз открыл вообще сначала не понял что вообще происходит но меньше слов больше дела давайте начнем начнем с того что самые востребованные фильтры на данный момент для фото и видео съемки это фильтр н.д. и фильтр поляризационный зачем они нужны н.д. фильтры нужны для того чтобы съедать какое-то количество света для того чтобы позволять вам снимать на ярком солнце с открытой диафрагмы использовать такую выдержку которая вам будет удобно то есть если вы выходите на яркое солнце то у вас сразу быстрая выдержка его его и либо вам надо закрывать диафрагму либо и то и другое одновременно и для того чтобы вам получить нужную для вас экспозицию вам нужен вот такой фильтр так называемый нейтральной плотности их довольно много этих фильтров они бывают разного воздействия сейчас очень модные н.д. фильтры которые меняют воздействие с помощью вращения то есть ты вращаешь они становятся темнее светлей и так далее то есть это используется в основном для чего либо для пейзаж если вы хотите снимать например пейзаж с длинной выдержкой днем то вы можете прикрутить н.д.шник это вам может помочь например воду размазать что-то такое либо очень востребованные фильтры в видеосъемке почему видеосъемки потому что у меня уже есть ролик про то что такое киношное настройки то есть видеосъемки чаще всего нам нужна выдержка там 1.60 1.50 и для того чтобы у нас была красивая картинка киношная размытый задний план нам нужно открыть диафрагму и все это мы вместе на улице применить не сможем без н.д. фильтра без фильтра который какую-то часть света будет поглощать зачем нужны поляризационные фильтры поляризационные фильтры нужны для пейзажа например для того чтобы убрать какое-то количество бликов с поверхности ну например с воды так может красивее получится и для того чтобы притенять цвет неба то есть небо получается более насыщенное более такое темное небо вот очень используется часто в пейзаже также используются полярики сейчас в предметной съемке потому что предметы могут быть разные есть блестящие предметы на которых очень много бликов и какое-то количество бликов можно таким образом удалить дело в том что полярики они тоже так вращаются и тоже у них воздействие меняется и дело в том что вот этот вот наборчик он все эти фильтры в себя включает он довольно хитрый я его когда первый раз достал думаю интересное кино то есть вот я достал первый раз вот эту штуку думаю что происходит она как бы вращается я думаю очень не фильтр это что это что такое а это крышка оказывается то есть фильтры эти магнитные они тут магниты довольно злые вот видите я не могу эту крышку вообще отодрать сейчас господи вот смотрите какой прикол вот у нас есть база базы у нас тоже две базу мы можем выковырить база проще выковыривается и эту базу что мы с ней делаем мы ее соответственно прикручиваем на наш объектив ну база у нас под диаметр нашего объектива в данном случае это 77 миллиметров мы эту базу сюда садим до посадили базу теперь мы достаем сам фильтр и тут очень классно все это работает в том смысле что с одной стороны это один фильтр а с другой стороны это другой фильтр и вот с этой стороны у нас фильтр н.д. 2-5 стопов это довольно ну не не слишком темный н.д. фильтр для того чтобы нам его суда при собачить нам нужно найти нам нужно найти специальную резочку это буковка а здесь тоже есть буковка а мы их совмещаем и все и мы получили н.д.шник который у нас меняет воздействие то есть вот 5 вот здесь вот полно даже не 2 полностью как бы ну минимальная история а если мы этот фильтр перевернем здесь уже сложнее я еще тоже вот так вот с этим всем разбираюсь тоже надо правильно найти как его как его соединить с какой штукой по моему вот этой штукой да и мы получаем поляризационный фильтр который тоже при вращении меняет свое воздействие вот такой вот интересный набор кроме того что мы уже имеем у нас есть еще одна база та база более интересная в каком смысле для киноделов потому что это фильтр мист фильтр мист он для кино дает такую дымочку вот можно еще базу заменить и а то есть при при разных вариациях мы получим разный результат и вот второй фильтр в общем то работает по той же самой системе у него тут есть н.д.шник 6-9 стопов и н.д.шник 32 стопа то есть очень темный н.д.шник в зависимости от того какой стороной мы его прицепим да если мы вот этой стороной прицепим тогда 6-9 стопов вот пожалуйста какой еще момент приятный момент приятный в том что вот эта штука это в общем-то крышечка крышечка магнитная мы можем фигакс и закрыть свой объектив довольно прикольная вещь какие недостатки есть у этой системы этой системы есть такой недостаток что бленду вы использовать с ней ну вряд ли сможете она довольно большая и бленду прикорячить то вот я смотрел мой друг пауль крест уже делал ему тоже прислали их на самом деле всем блогерам по прислали в теории можно с блендой прикрутить но вы потом ее не открутить и она у вас там навсегда останется вот друзья накрутил я наконец-то этот фильтр на 85 ник для этого пришлось мне колечко переходное купить 72 на 77 потому что у меня 85 ник на 77 и у нас есть прекрасная модель ее зовут алина мы пришли в сады в коломенское чтобы поснимать портрет и конечно потому что у нас ярко а у меня еще и камера rp как вы помните у нее максимальная выдержка 4000 да и для того чтобы я мог открыть диафрагму полностью я прикрутил вот этот наш фильтр я прикрутил не тот который мощный до который 2 и 5 до я поставил на 5 сейчас то есть максимально максимально съедание как бы света или затемнение даже как-то темновато я поменяю потому что мы ушли в тенек чтобы нам не мешали блики вот сейчас у меня 500 выдержка и при этом у меня и со 50 и 500 выдержка и открытая диафрагма даже чуть-чуть как бы даже чуть-чуть у меня стоит как обычно чуть-чуть минус по экспозиции потому что я я работаю в приоритете диафрагмы что я очень часто на улице люблю делать да слушай рефлекс то зелененький у нас на лице есть так алин чуть-чуть бочком и руки давай вот руки за веточку там что-нибудь вот сейчас хороший света ставь вот так я понимаю я просто не хочу как бы со вспышкой я хочу как бы внув таких в обычных условиях мы потом еще в скорячем так и опять возьмись вот вот хорошо хорошо сейчас свет лежит свет прям лежит замечательно так сейчас я отойду чуть-чуть сделаю тебя как бы в рост так что очень классный наборчик наборчик который одновременно решает все вопросы ваших светофильтр ну по крайней мере нд и поляризационные у вас тут полный набор вы можете с большим удовольствием работать и пользоваться если вы хотите комплект приобрести переходите в описании там будет ссылочка и можете заказать а сегодня с вами был марк рыбак также в описании есть все мои контакты вы можете заказать мои услуги консультацию съемку можете приобрести мой учебник фотография для начинающих что то последнее время у хорошо кстати стали покупать или пойти ко мне на курсы в москве или онлайн также в описании есть ссылки на мои другие блогерские площадки на такие как дзен и еще есть ссылочка на телеграм-канал обязательно подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые видео теперь я еще делаю стримы иногда можем посидеть посмеяться поболтать с вами был марк рыбак до свидания